Субтитры подогнал «Симон» Доброго здоровьица Дмитрий прислал прекрасный материал по законченному голоданию Этот материал ему любезно предоставила София Это было в 2009 году Она проголодала 67 суток И можно было бы сказать, что ну, навряд ли такое может быть Но все по порядку Читаю ее письмо и комментирую Итак, начнем Меня зовут София, мне 33 года, почему начала голодать 3 года назад, доверившись врачам, провела курс гормонотерапии Результатом чего стали набраны за полгода 63 кг Решать проблему лишнего веса путем голодания считала неудачной затеей Потому героически перепробовала тьму диет, благодаря которым скинула целых полтора килограмма 8 лет назад голодала за компанию с мужем То есть опыт голодания был 2 недельки Но это уже, так сказать, человек не боится, знает, что ждать от голодания По крайней мере, первые 2 недели Примерно месяц назад Подмываясь, нащупала во влагалище явное новообразование размером с горошком Это и стало основной причиной моего входа в голодание Сегодня четвертый день моего голодания Изначально нацелилась на 21 день Если 21 день будет недостаточно, буду голодать 40 Хотя загадывать не хочу И правильно В любом случае, если что-то серьезное, надо голодать по достижении результата Ну, примерно так, прикинуть для того, чтобы настроиться Ага, я настраиваюсь на 21 день, все, вперед А там, а там, как говорится, как пойдет Итак, сам процесс голодания 24 марта 2009 года Вес 120,5 килограмма У меня вот есть какое-то непонимание к этой гормонотерапии Вот смотрите, что пытаются сделать с ее помощью Ввести какую-то коррекцию Не понимая причину, не воздействуя на нее Пытаются, знаете, что-то просто сдвинуть гормонами В результате вот такие вот вещи происходят А воск, как был на месте, так и остался Итак, 24 марта вес 125,5 килограмма 10 утра Выбила сульфат магния Эта слабительна чуть не вырвала Через час сделала клизму Голодание началось Спустя пару часов заболела голова Легла поспать, прошло Бывает такое Потому что этот сульфат магния там все Так сказать Уж болтал в организме Так, наморозила несколько бутылок с водой Копью лоточками То, что оттаивает Отлично Отличная вещь То есть, как раз спьется Талая вода В наиболее активном состоянии Которая начинает там все растворяться Здесь ни по чем 24 марта Весь 125 Ни грамма не ушло Странно в какой-то мере Но учитывая мой опыт Безрезультативный И нет Вполне закономерно Весь день Пью тару воду Во рту бяка Это естественное состояние Почистила зубы Кайф Спустя час Снова бяка Да Начинается отход шлаков Через верхние пути Это носоглотку Легкие Язык Все это Это нормально Язык Кажется, тем не менее Без налета Ну, пока еще Время не пришло Есть не хочу Это хорошо То есть хорошо Человек настроился К вечеру горло Как будто чем-то обложено Как при начинающейся ангине Немного поболевает печень Начала и печеночка Работать Это хорошо Что процессы Там начал голод запускать Также немного поболевало ухо Которое уже вторую зиму Страдает от хитов Значит, все хронические заболевания Которые у человека имеются И в настоящий момент Время На голоде Начинают просыпаться Для того, чтобы Выйти вон из организма Общее состояние прекрасное Слабостей и озноба нет Отлично Видите Озноба То есть На голоде Человек мерзнет Поэтому Если будете проводить голодание Особенно длительное Всегда его проводите В теплом помещении Клизму делать не стало Запорами Никогда не страдала А зря Это не значит Что Вы страдаете Там запорами Надо сделать клизму Просто-напросто Желудочно-кишечный тракт Эта огромная шлистная оболочка Идут выделения Разного рода И если их не вывести Они обратно всасываются Идет интоксикация И человек ухожит То есть Для того, чтобы Помочь на голоде Своему организму Делайте клизму Хотя бы там через день Проверяйте Если идет мутное И много Значит Вечерком А если не идет Ну значит через день 26 марта Есть 125 Забавно Кобеду, мама дорогая Организм захотел есть Бывает такое Дня два нет А потом ох Но это надо подарить Пью воду Полегчало Правильно Воду пить надо Воду пить Для того, чтобы заполнить желудок Желательно теплой водой Желательно надо И как только желудок раздувается От приема воды То Аппетит Проходит Чувство голода Притупляется Моча светлая Потому что Много воды Пьете Язык белый Подскребла Можно его не скребти Это не обязательно Ничего не ощущается Варто Бяко Слена Как будто Обычно Никакой Горицы Так Упадка сил нет Погуляла Часа три По лесу Жарко Отлично Вот Гуляние На свежем воздухе А тем более По лесу Позволяет Отвлечься Отвлечься От голода Это очень важно На голоде Один из приемов Позволяющий Его легко Пройти 27 марта Вес 116 Вот это да Ночью почему-то Потекла Левая Ноздря Правая Дышит Как обычно На обратной стороне Ушну раковину Как будто Маленькая Болячка Не вид Откуда Отрыжка Небольшая Работает Работает Желудочно-кишечный Тракт Все Какие-то Инфекционные Знаете Вот вещи Проявляются Это нормально Хорошо Ничего не болит Легкость Невероятная Утро в болтубусе Не возникло Желания Прочесть Ни разов Примерно 5 км Считала Прошагала С работы На едином Дыхании Отлично Прогулки На голоде Пешие прогулки Это Спасение Просто-напросто Спасение Для того Чтобы Все это Хорошо Проводить Во рту Бяка Да 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 Язык Еще Побелел Под глазами Почему-то Синики Идет Настрой Настрой Пока Организм Входит В голодании Входит Есть Не хочу Просто Желудок Какой-то Дискомфортно Себя Ощущает Наверное Усыхать Стал Нет Еще Рано Усыхать Так Он Просто Себя Ведет Домашние Грозятся Начать Кормить Насильно Если Решать Что Мне Плохо Мнда Вот Именно Мнда Помочь Ничем Не Могут Домашние Наши Домашние 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 Ну это Знаете Оставляет Свои следы И потом На голоде Все идет Выковыривание Так Десны Кровоточек Не то Ковыриваю Чистую зубу Нормально Вот Голод Как раз Пособствует Тому Что Он Открывает Вот эти Карманы Десны В которых Зубы Находятся И Там Живут Куча Разного Рода Этих Микробов И прочее 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 Знаете Это же В продолжении Слизистой Оболочки Там Все Выделяется Оттуда Ой И Причем Это У всех Так Так Ну и Просто Так Во рту Прилкну Сдахи Скрой Естественно Работает Вот Очень Хорошо Когда Работает И Тем Более У молодого Человека У которого Еще Достаточно Жизненных Сил Отлично Работают Механизмы Выделения Вот Это Вот Так Она И Появляется Значит Привкус Бяки С кровью То есть Через Настоголодку Это Все Будет Постоянно Тут Просто Напросто Полоскайте Чистой Водой Дай Все Недолга Так Интересно Цена Бывает Во время Голодания И Сразу Скажу Нет Не Бывает Или Это Нормально Да Это Нормально То Что У вас Во Рту Так Вот Творится Мощас Каким Это Едва Залет И Хлопьями И Словно Песчинка В ней Одна Была Более Детально Рассматривать Места Вот Песчинка Талая Вода Делает Своё Дело Очищает Почки Очищает Дроби Если там Есть Камушки И Все Это Видит Песочка Чихи Был У своего Парикмахера Удостоилось Комплимента Что-то У вас Вид Такой Песчальный И Глаза Совсем Потерянные Забавно Чувствует А я себя При этом Замечательно Ну На Голоде Да Голод Свою Печать Ставить На Человека Это Есть Так Вот То Идет Огромная Внутренняя Работа В Организме Которая Внешне Выражается Что Человек Напряженный Может быть Все-таки Стоит Делать Клизму Конечно Стоит Еще разок Я повторю Насчет Клизму Вот Вы сделали Клизму И Видите У вас Выходит Там Муть Разная Ерунда Это Вы С утра Допустим Сделали Значит Вечерком Еще Сделали Ага На Следующий День Делаете Клизму И Видите Что Опять Выходит Значит Продолжается Клизма А вот Допустим Сделали С утра Клизму На Четвертый Пятый Там А вот А более Менее Чисто Все На Следующий День Не Делайте Но Через День Сделайте Посмотрите Как Правило Что Там Может Быть Вот Так Надо Поступать То есть Помогайте Своему Организму В Рашлаковке Думаю Над Этим Все Больше И Больше Во первом Голодании Я Их Не А В первом Голодании Я их Не Делала И Никакого Плохого Самочувствия У меня Не Было Ну За Три Недели Там Особо Ничего Такого И Может Не Быть У Мужа Тоже Но С тех Пор Много Воды Утекло Конечно Такой Вес Стал Хо Хо И Если Тогда Голодала И Чуть Солидарности То Теперь Цели Совершенно Иные Да Хотел Сейчас Принимать Вечерний Душ И отметил Еще Два Показателя Первый На ногах В районе Коленок И чуть Выше Появилось Много Видимых Под кожей Капилляров Как будто Лопнув И Знаете У некоторых Людей На лице Такое Бывает Сосудистая Сетка Называется Кажется А второе Сегодня Из Моего Лично Отитного Уха Тек Гной Причем Безболезненно Так Тек Обнаружила Уже Засовши Умываясь Во Вспомнила Пока сидел У парикмахера Ужасно Это ухо Чисталось Но неудобно Было Почистать Видимо Тогда И потек Вскрываются Очаги Интоксикации Заражения Знаете Закапсулированный Гной Закапсулированной Инфекции Это все Хорошо Причем Обычно Вскрывается Без разного Рода Боли И Вот так Вот Выходит То есть Это Это нормально 29 марта Весь 116 В ухе Явно Происуют Какие-то Процессы То чешется То Побаливать Начинается Организм Начинает Работать Вот он Сначала Работает Как бы Сказать На одной Частью Потом На другой Частью Над Всем Одновременно Он не работает Деревенская Родня Приехала В гости И привезла От мамы Посылочку С консервацией Домашней Смотрю На эти Баночки И страшно Вдруг захотелось Молодого Гороха Прямо Из стучка Чувствую себя Прекрасно Это хорошо Шифруюсь По поводу Голодания Ну приходится Приходится Потому что Народ Дикий Непонимающий А то Если До мамы Дойдет Эта информация Изведет Она меня Тогда Звонками С мечтанием Для нее Некормленный Ребенок Умирающий Ребенок Причем Умирающий В ближайшие Минуты Две Этакая Скоропостиженная Смерть От глубокого Истощения Ну Многих Вот это Укоренилось Укоренилось Ну что поделаешь Так 30 марта Утром Не взвесилось Вечером Не стало Весь день Текло Ухо Второе Тоже Зачесалось Иначе Как остатки Мозгуб Вытекать Собрались Есть Не хочется Прекрасно То есть Все Человек Подавил Вот это Вот Чувство Поесть Чувство Голода Волевым усилием И Оно Исчезает На голоде Есть Не хочется Сработал Кишечник Но осталось Чувство Недосказанности Поэтому Сделало Такие Еще и Клизмы То есть Да На какое-то Через Какое-то Время Там Допустим Через 5 дней 7 дней Но если Человек Не делает Клизмы Наконец Таки Накапливаются Полости Кишечника Толстого Кишечника Всякая Ерунда И Он Срабатывает И Правильно Что сделали Клизмы Чтобы Чтобы Все это Выяснить Кажется Кое-что Из того Что с ней Вышло Можно назвать Каловыми Камнями Так Но Не уверенно То есть Я так понял Вышли Какие-то Округлые Такие Прощупывала Свою опухоль Думала Хорошо Что Во влагалище А не В ванносе Сорь Извините То есть Она Стала Как-то Более Прощупываем Она И так Была Сразу Под Кожицей Практически Но Сейчас Начала Прощупываться Ее Не изнять Часть Раньше Она Мне казалось Круглой Горошиной А Сейчас Горошиной С Хвостиком Таким Все Конечно Совсем Так Но Словарного Запаса Не хватает Описать Пока Или Не Лоха То есть Видите Последистая Оболочка У нас В неудобном Месте Возникло Некое Образование Котове Которое Бы Росло Росло И Питалось Нами 31 Марта Вес 115,5 На улицу Всю ночь Забывала И Мелон Ветром Открыла Балкон Замерзла Хорошенько Закрывайте Окна И Балконы Первый раз За неделю Пью Не ледяную Воду А кипяток Вот Это уже Как говорится Знаете Вот Первый раз За неделю То есть В течение Недельки Это все Нормальненько Делается В теплое Время В течение Двух И трех Недель Можно пить Вот такую В талую Воду Отличный Вгод Но Когда Холодно И организм Вносит Вернее Голод Вносит В организм Сухость И холод Человек Начинает Зябнуть И ему Хочется Чего Хочется Правильно Кипяточка Вот Поэтому И пейте А кипяток Думаю Когда бы Сегодня Гулять Отправиться Надо Отправляться И все Не думать А отправляться И тем самым Вы облегчите Себе Протекание Голодания Лучше Будет Во время Ходьбы На голоде У вас идет Лучшая Циркуляция Крови Лимфы И прочих Жидкостей И расшлаковка Идет Гораздо Легче Нежели Это все Идет Самотеком Поймите Такую вещь Самотеком Это все Будет Долго Идти Как только Вы начинаете Ходить Все это Идет Намного Легче Намного Лучше Плюс Еще Энергетика У вас Появляется Так 1 апреля Запуталась Какой День Голодания Ага Календарь Говорит Что Девятый Девятый День Голодания Вес 115 Весы Механические Потому Совершенно Точности От них Не дождешься Самочувствие Замечательно Это Отлично Хотела По давней Привычке Лечь Днем Поспать И поняла Что Не хочу Я спать Не хочу Пальцы На руках Ощутимо Схуднули Причем Как бы Не только Жирок Сходит Но и суставы Меньше Стали Да Там идет Уменьшение Всего На голоде Организм Просто Сжимается Можно так сказать Скукошивается Они у меня С детства На пальцах Рук Узловатые То есть Человек Вот От гормона Он набрал Вот это Знаете Лишних 60 килограмм Так И хрустит Щелкать Ими уже Не так Тянет Как раньше Ухо Пока больше Не течет Чешется Только Периодически Кстати Чесание На голоде Говорит о том Что там Вот идет Как раз Процесс Оздоровления Из влагалища Выделяются Специфические Без запаха Но белые И непонятные И не творожистые Но и не жидкости Это хорошо Когда включается И Эта Слизистая Оболочка У женщины Она довольно таки Большая Через которую Начинается Выделяться Разного рода Ерунда Появилась Сеточка Капиллярная В районе Голевостопных Суставов Причем Так И над Коленями Больше Их на левой ноге Нежели на правой На правой руке И на лице Ближе к правому Виску У меня уже Несколько лет По одному Пигментному Пятнышку Типа печеночек Так вот На руке Оно стало Бледнее А на лице Наоборот Ярче И пить не хочется Почти сегодня Видите То есть Насчет пятнышек А пятнышки Пигментные Появляются Из-за того Что Желудочные пигменты Вот Скапливаются В тех или иных местах И Плохо Выводятся То есть Это говорит о том Что вот В организме Идет Как бы Некий застой Когда Не успевают Выводиться Поэтому Что надо делать Надо гулять Надо делать движения Надо усиливать Циркуляцию Крови Лимфы И прочих Прочих Жидкостей Надо Понимаете Надо Движение Это Жесть Так И вот Голод Начинает Все это Дело Рассаживать И пить Не хочется Почти Сегодня Голод Сам Начинает Подсказывать Я буду На сухую Голодать Да подождите Вы на сухую Голод Вам подскажет Когда Что вам Делать Есть у нас Такое Чувство Как Жаз Поэтому Он Как раз И подскажет Когда пить Когда не пить Тем более С таким Огромным Весом Особо И пить Не хочется Организм Перешел На то Что он Начинает Там Разлагать Жир И прочее Образуется Вода Всего Этого Достаточно Для того Чтобы Выводить Так Но это В данном Случа 2 апреля 10 день Вес 115 Насморк Обложено Горло В остальном Все по прежнему 3 апреля 11 день Весы Сошли с ума Или может быть Воды Много Выпило Вес 116 Да Тем более Если человек До этого Не пил Все может Выпиться И остаться Всю ночь Тек нос Проснулась От того Что дышу Полностью Пересекшим Ртом Долго Высмаркнулась Все утро В результате Нос дышит Свободно Но ощущение Как будто В левой ноздре Что-то лопнуло Или собирается Лопнуть Или Надорвалось Такое же Ощущение У меня было Через пару дней После Перелома Носа А Было Что-то Было Что-то Было Раз там Было Значит Там скопилось От травмы Какие-то Вещества Которые Вроде бы Все нормально Тем не менее Там осталось Ну и плюс Нос У нас Выделяет Разного рода Слизь То есть Организм Начинает Выбрасывать Из себя Кучу слизи Откуда Она Выходит Через что Она выходит Конечно Она выходит Через носоглотку Через нос Это нормально Так что Отсмаркивайтесь Отсмаркивайтесь И отсмаркивайтесь Все Ничего туда Капать не надо Крови нет Но дышать Больновато Много сегодня Передвигалось На общественном Транспорте В автобусах Почему-то Болит Печень В основном Чувствую себя Как прежде Замечательно Тошноты И головокружения Нет Это великолепно А значит До этого и тошнота Была Тошнота Говорит о том Что Хочется Из-за Обилия Слизи Хочется Рвать То есть Тем самым Помогать Отхождению Этой слизи Через Через верх Организма Через легкие Носоглотки Через Желудок Это Это Так же Нормально И говорит о том Что просто-напросто Организм переполнен Слизистыми Шлаками О чем и говорит Вот эта Течь Из носов Значит Я не хочу Снять С соковыжималки Всех мастей Держусь Интересно Да И не вижу пока Причин не держаться Работа от меня Голодание Нисколько не решает Ничего особенного Со мной Не происходит Боли есть И есть В том Вполне терпимые Переживала И худшие Боли указывают На то Что там В том месте Начинается работа И они Они как правило На голоде Терпимы При виде И запахи пищи Готовлю Не совсем хорошо Начала мечтать О крапивном соке Только То есть Женщина Я так понимаю Была поклонницей И является поклонницей Сокотерапии В основном Стараются Разного рода Соки Из дикоросов Попить Это Это очень хорошая Привычка Ожидала худшего А так как у меня Все проходит Что ж Не голодать Замечательно Замечательно И как то Не надо Ожидать худшего Хотя С одной стороны Когда человек Чему то Худшему Готовится Готовится Так Настраиваться То То что возникает Он Переносит Гораздо Легче Что то в этом есть 5 апреля Вчера вечером Скоропостижно Закончились Интернетные деньги Поэтому Отчитываюсь За два дня Вес 115 И вчера утром И сегодня Несмотря на Стабильный вес Объемы уходят И подвисает Кожа Организм Как то знаете Он может даже И вес держать Он действительно Сжимается На голове Вы просто Уменьшаетесь Вот реально В этот Карас Стали меньше Несмотря на Стабильный вес Объемы уходят И подвисает Кожа 120 килограмм В общественном В общественном Транспорте Подташнивает Стараясь Как можно Больше Пройти Пешком Подташнивает Из-за того Что как раз Я еще раз Повторю Идет Выделение Слизистых Шлаков Через верхние Пути Вот они Через носоглотку Выделяются Хочется Рвать Чтоб они Еще Из-за желудка Выделяют Поэтому Это все Нормально Это все Нормально И указывает На то Что идет Мощное Чечение Так Стараюсь Как можно Больше Пройти Пешком Отлично Так и надо Три дня Не вдевала Сережки Начали Зарастать Дырочки За Три дня Надо же Да С трудом Вчера Дела Пока буду И спать Постану Все Замечательно Хорошо 6 апреля Весь 114 Из носа Постоянно Течет Из левой Ножли С примесью Крови Не могу Больше Ездить В автобусах Очень Тошнит То есть Очистительная Реакция Через верх Усиливается Поэтому Тошнота Тошнота Начинается Сегодня Выскочил Я От автобуса Приехал Одну Остановку И меня Вырвало Повезло Как пассажир Что в автобус В пробку Попасть Не успел До работы Шла Пешком Опоздала Впрочем Погода у нас Сегодня Найрасчудеснейшая Наконец-то Пришла к нам Весна Прогуляться Одно удовольствие Вечером На прогулке Впервые За все голодание Заболела Мениско Отсутствующая Колена Так что Так что Ими Низко Нет Еще раз Повторяю Операции Травмы И прочее 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 Что Вы Перенесли На голоде Все это Проявится С целью Того Чтобы Как-то Что-то Там Улучшить То есть Голод Естественно Пытается Вам Помочь То есть Организм Через голодание Пытается Настроить себя На нормальное Продолжение Жизни Так Несколько Сократилось Темп Ходьбы Ну Ничего На животе Появились Два Больших Коричневых Пятна Опухоль Моя Становится Бескроменной И более Мягкой Как-то Два Больших Коричневых Пятна Это Знаете Вот Как раз Может Даже Быть Как бы Последствия Вот Этой Опухоли Мы Думаем Образование Одно Оно Само По себе Нет Если Месяца Опухоль Там Как бы Сказать Еще Прибамбасы Возникают Разного Рода Какие-то Знаете Сопутствующие Вещи Которые Вот так И появляются Вот У них Не было Два Больших Коричневых Пятна Обнаружились Скорее Всего Связаны Так Опухоль Бесформенная И более Мягкая Какая-то То есть Идет Воздействие И на нее На эту Опухоль Организм Что вредное Убить И вывести Так 7 апреля 13-й день Ничего Не путай Весы Похоже Все-таки Накрылись Медным тазом Ибо вес Они сегодня Погазали 115 Может Может 13-й день А Вес Стоит На месте Нужно Бы Прикупить Новый С самого Утро Хриплю Сыплю И кашлю Как Старый Запорожец Но износа Почти Больше Не течет То есть Видите 13 дней Прошло В основном Такой Мощный Очистительный Кризис Который Был Опитан Ранее Прошел Значит Износа Почти Больше Не течет Не иначе Очистка Началась С мозгов И постепенно Спускается Вниз Очистка Началась С С Того Что Начали выходить Слизистые Шлаки Те шлаки Которые Наиболее Мешали Человеку И они Сразу же Выходят Так Крови Причистки Зубов Стало Меньше Но ломят Зубы На пальцах Рук Облазит Кожа Снимая Лоскутами Кстати Когда Облазит Кожа Лоскутами Это говорит О том Что Вообще В организме Какие-то Паразиты Имеются Ногти Стали Тусклыми Боросчатами Это Туже Указывает На то Что Имеется Имеется Там Какая-то Бега Кака Которая Вас Погрызывает Тянет Низь живота Как перед Месячными Колено Не так Чтобы болеть Но Подтягивает То есть Низь живота Потянуло Пошло И там Очищение Пошла Работа Видите Как организм Оттуда Сюда Значит Колено Колено Не так Чтобы болеть Но Потягивает Работает Есть Не хочу Спать Не хочу Хочу На море Ну Это Уже Такие Эмоциональные Вещи Начинают Проявляться То есть Работа Идет С тонкими Телами Человек Перестает Как-то Действительно Проблемы Возникают Со сном А хотелось Бы поспать Ну Ничего В некоторых Случаах Это надо Переждать На море Почему На море Потому что Море Это Огромная Масса Воды Которая В себя Убирает Огромное Количество Энергии Когда человек Особенно На море Будет Купаться Голод Пойдет Замечательно То есть Будет Сниматься Патологическая Информация С тонких Тел Вот В виде Разных Знаете Там Зажимов Каких-то Допустим Паразитов Тонкоматериальных На море И плюс Море Будет Давать Энергию То есть Голод Будет Проходить Намного Легче Поэтому Хочется На море Петька Никуда Сегодня Не пошла Гулять Астре Несмотря На чудную Погоду Весь День Посвятила Весенний Сверх Генеральной Уборке Завтра Точно Пойду Гулять На весь День Уборка Уборка Хорошее Дело Тем более Человек Умеет Детей Тут Все понятно Гулять Надо Обязательно Чем больше Будете гулять Тем лучше Будете отвлекаться Тем лучше Будет идти В голод Восьмое апреля Взвешиваться Не стало Коли Листы Глючит Но По ощущениям Становлюсь Меньше Рано Вчера Обрадовалась Что Нос Перестал Птеть Сегодня Пришлось Приспособить Под носовой Платок Старую Наволочку Как и прежде Правая Ноздря Дышит Свободно А вот Из левой Левая Как раз Такая Она Инская И поэтому Через нее Как раз Жидкости Идут Весмаркиваю Нечто Сукровично Дышу Сегодня Без хрипа Но Кашлю Так же Замечательно Как и вчера Горло Обложено Смотрите Вот Сначала Через Носоголодку Выделяется Вот Самые Такие Знаете Легко Движимые Легко Выбрасывание Выбрасывание Шлаки Это Рак Все это Организм Выбросил А Потом Идет Дальше Работа Организм Поработал Там И так Далее Начинается Расшлаковка Более Сильно Утрамбованных Залежей И то есть Все вроде Нормально Вот это Хопа Началось И пошло По новой Так что Ощущение Гуляла Гуляла По городу После Обеда На остров Не пошла Нелюбную Толпу Хотелось Бы На Неделе Прогуляться На столбы Это Где-то Саяны Где-то Женщина Сибирь Сибирь Радостная по той причине, что голодание позволяет вам избавляться от скверны Которая накопилась в организме и мешает вам жить 11 апреля, пишу сразу за два дня Вчера на меня напала страшная сонлива Слегла поднимать в 17 часов и прошел только в 7 утра Сегодня, причем всю ночь ездила на велосипеде без тормозов Значит, смотрите, организм на голоде, как бы сказать, вот как раз человек не спит Там идет явно работа в тонких полях, какая-то там она, это И после того, как она сделана, вот чтобы пополнить эту энергию, тончайшую энергию Особенно, знаете, такую психическую, которая завидует волевым усилием Требуется сон Именно сон восполняет вот эту психическую энергию, которая позволяет вам стиснуть зубы Продолжать что-то упорно делать, в данном случае проводить голодание дальше Ну и плюс, плюс Разного рода сны, значит, ездить на велосипеде без тормозов То есть, это, возможно, такой предвестник, что вы будете продолжать голодание, несмотря ни на какие сдерживающие факторы Сны, великолепные подсказки, правда, мы в них особо не понимаем, но нам подсказывают, понимаете, нам подсказывают А уж поймете вы, то, что подсказывают или не поймете, это ваши проблемы Вес, не знаю, весы не прикупила пока новые, а старые у меня дети развались с целью починки Ночь все еще течет, разве что сукровицы больше нет Горло все-таки такое же и обложено По утрам гной в углах глаз немного Да, что такое наши глаза? Это глазное яблоко, вставленное в слизистую оболочку Будет выделяться гноя, огромное количество через глаза Будут эти ощущения, то есть, будьте к этому, короче, готовы Побаливает печень Идет там работа Работа идет То есть, побаливает, это говорит о том, что там идет перестройка Что-то растасывается, что-то выводится и так далее, и так далее Тем более, печень не могут быть и паразиты Вот такое дело Ну, ура, автобусы вновь приношут без тошноты Все, кое-что прошло Еще раз упомяю Строшнота, это говорит о том, что у вас слишком много слизистых шлаков Который организм пытается, помимо насморка, в течении износа Еще с помощью тошноты выбросить Так, капиллярная сеточка на коленях и галлиноступных суставах становится меньше Лучше нормализуется То есть, все, даже вот эти сосудистые стенки начинают очищаться И все приходит в норму Но появились синяки непонятного происхождения на внутренней поверхности бедер И есть такое Иначе, как от приснившегося велосипеда Может быть, в остальном все замечательно Погода у нас шикарная Если хочу вовсе задумывать сменить работу Вот видите, голос начинает работать И просто в оздоровительных целях Он начинает менять вашу судьбу Вот так-то Человеку невольно приходят такие мысли А что я тут занимаюсь какой-то, знаете, ерундой Тогда можно совсем по-другому жить Это как раз благодаря вот таким вот вещам, значит Задумала сменить работу Дали в дневнике Софии пропуск Она перестала его вести Лишь много позже по просьбе Она писала свое дальнейшее голодание Здесь солнышко бьет прямо в глаза мне Возьму очечивание И продолжим Дмитрий, здравствуйте Просить прощения за долгое отсутствие не буду В интернете было сейчас очень редко Очень вдруг стало интересно и радостно жить без него Вот он интернет, вот он Вот он многообразие, информация и всего Если мы подключимся к природе, да мы такое узнаем А мы подключаемся к каким Я бы не сказал даже к козлям А к какому божеству, на которое тратим свое время Это просто ужас, вот он Божественный интернет Под названием природа Да Видите какая произошла перестройка Так, ладно Продолжим Хорошая знакомая передала пожелание от вас узнать подробности о том самом моем полу-давности голодания. Так я к вам с докладом или отчетом, что же просто или же просто с рассказом. Начало голодания я вам описал, поэтому не буду заново описывать исходные данные, подробный дневник, пересечет это тоже лень, ибо описался он после 20-го дня голодания от руки, сейчас я его перечитала и выпишу коротенько основные результаты, этапы большого пути, поскольку приехавший проинспектировать мое житье, бытие отец вопреки моему опасению, затею мою не только поддержал, но и предложил уехать из города в одну из его охотничьих избушек. И это очень-очень хорошо, если вы надумали по-настоящему, знаете, поработать над собой, это то, что надо. Что-то в очках, что без очков. Так, чтобы вдали, никто вам не мешал, никто не это, вот вы и природа, вы и природа. И голодание божественный инструмент, овощи которого природа работает с вами, ой, красота какая. Значит, кормить, поить, воспитывать детишек моих, приехала мама на это время, вот она-то была категорически против продолжение экзекуции, но слегка приврал или же сильно приврал, как потом выяснилось, что Иисуса Христа с его сорока днями я изображать не собираюсь, да и голодать начало буквально позавчера. Я все-таки уехала с отцом в Тайдюк. Что касается голодания того, то где-то оно было, оно было с целью посвящения, есть разные направления голодания, то есть как инструмент, топор, вы можете топором рубить дрова, а можете вырезать какие-то такие, знаете, наличники, какие-то красивые вещи и так далее, и можете даже с помощью топора, там, допустим, отбиваться от кого-то, то есть голод можно использовать в лечебных целях, профилактических целях, а самое его основное вообще-то предназначение такое, знаете, это получить посвящение, подключиться к Всевышнему Разуму, так что не путайте. Так, значит, я все-таки уехала с отцом в Тайдюк, и правильно, продуктов не брала с собой принципиально, дабы не сорваться ненароком, никто же не видит, ем я или нет, а вот выбора нет, разве что травку с хвоей жевать в апреле. Набравшись книг, остальные, да, учебник английского, тетради, карандашей и распечатанный сайтов хакеров сновидений и Симарона, описание тренингов и практик, но, чего только там нет, да, что могу сказать, лес и город совершенно не сопоставимы в плане и мироощущения и просто банального физического самочувствия. Лесной вкусный воздух, ночевая вода, отсутствие всех раздражителей, присущих цивилизаций. Цивилизация, вот это вот слово цивилизация, знаете, вот якобы какое-то что-то умное и доброе на самом деле оказалась мерзопакостная вещь. Что творить? Одна война за одну. Ой, глупость повсеместная. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот вам цивилизация. Какое-то ругательное слово. Итак, блин, собиралась же коротенько писать. Все, возвращаясь к нашим баранам. Отец со мной не остался, а пообещал приехать за мной через три недели. Единственным условием поставил голодать не на чистой воде, а добавлять в нее бардин, который он сам и насобирал для меня. В интернете его чаще называют каменным маслом. Вода с растворенным бардином на вкус кисловата получается иногда пить, и ее было неприятно, иногда вкусно ориентировалась именно на эти ощущения. Или выпивала, или сделала глоток, искривившись, оставляла банку на поток. Ну что, если это каменное масло, то грубо говоря, просто типа какая-то минеральная вода. масло, ну это нормально. Главное, чтобы никаких питательных веществ вы в минимальном количестве не употребляли, иначе все пойдет на смартфон. И вообще, знаете, вот голод, он работает сам по себе, работает прекрасно и не требует никаких костылев, типа каких-то там добавок и прочего-прочего. Он работает прекрасно. Все вот эти костыли и так далее, они только что-то сделают так, как не надо, как бы вы не хотели. Так, сразу как только начала пить эту воду, перестали кровоточить десны. Я писал в дневнике, что голодается мне легко. О, в тайге стало еще легче. Первые 11 дней. Эквизму делала каждый день на воздухе. Картина для постороннего зрителя, для моряка была еще та. Ходила много, таскала дрова, топила, петь, читала, писала. Английский остался невостребованным. Эх, много спала. То есть, вот это уже пошла прекрасная, активная жизнь, когда помогает организму очищаться с помощью клиентов. Ходит и, знаете, вот этот вот быт, он отвлек от того, что человек вот лежит и думает, ой, сколько мне еще голодать, или голодаю, или не голодаю. То есть, отвлечение должно быть полней. Сон способствует тому, что, опять-таки, он восполняет в вашу ту тонкую энергию, запомните, именно ту тонкую энергию, которая руководит волевым усилием. Волевое усилие – это насколько вы можете напрячься в каком-то деле и выдержать это напряжение. То есть, вот один день голодать, два, три, и так далее, и так далее, и так далее, и не сломаться. Ломается человек прежде всего, когда у него отсутствует или уходит вот эта вот психическая энергия. У него уже нет воли это делать. И как раз сон этому еще способствует. На 32-й день голодания резко поплохело. Тошнота, головокружение, ознок, ломота и опухоль суставов, кровотечение износа и маточная. На 32-й день голодания поплохело. Это говорит о том, что организм сначала, знаете, что-то там что-то там в папа выметал из себя, что-то так, знаете, сделал ту работу, маленькую-то такую работу по очищению. И наконец-таки, наконец-таки он приступил к тем главным вещам, ради которого началось голодание. И мы даже не подозреваем, что мы там думаем рассосать опухоль. А на самом деле там, как бы сказать, там возникла деформация в организме на уровне тонких тел и так далее. И требуются огромные усилия, которые как раз вот за это время и накапливаются и так далее. И начинается работа. Человек себя чувствует, ну, чувствует себя плохо. Потому что организм все тратит на то, чтобы ликвидировать вот эту вот заразу. Поэтому и тошнота, что-то вырвать еще, знаете, такое вот лишнее не нужно. Головокружение, слабость, да, озноб, ломота, опухоль сустава, кровотечение взносное, маточное. То есть пошло, пошло, пошло вот эта вот расшлаковка более сильно, более глубокая, более перестройка. То есть это требует понимания. Продолжение знания того, что это происходит на определенных сроках. За неделю, за две это не будет. Организм должен к этому подготовиться, для того, чтобы поработать. Так. Продолжалось это примерно двое суток. Видите, двое суток – это вот своего рода другой, как я описывал в своих книгах, чудо в книгах, целительные силы, первый, второй, третий, четвертый. Итог. В кризисе бывают очистительные – износа течет, оздоровительные ломает, энергетические – дергает, и нравственные в конце концов бывают. Да. И как раз это все за двое суток. Не то, что болезнь растягивается на две недели, а это все быстро. Потом отпустило. То есть работа была проведена – все. Дальше все продолжилось с маточной кротчейнейшей дней, пока не стала делать тампоны, пропитанная более концентрированной, чем для питья, а раствором бомбина испужалась. Ну ясно, испужалась, тампоны пропитаны, не пропитаны. Тут можно было применять и урину, и упаренную урину, и возможно дело пошло бы намного еще лучше. и без ничего, но, вы знаете, вот, как бы сказать, либо пал, либо пропал. Вот так-то, так. Значит, кротечение прекратилось, но начались выделения, с пардон, оберзительным запахом тухлой морской рыбы, именно морской, такой йодистый запашок. Вот это и началось отделение вот той патологии, вот той, которая образует опухоль. Особенно надо посмотреть, вот, что там отделяется, я читал об этом, в медицинской энциклопедии, именно с запахом тухлой рыбы. Тухлятин, вот это вот тухлятина, это вот когда что-то отмирает, что-то отторгается, что-то выходит. Вот это уже мы добрались до того, что, наконец-таки, началось то, что в вашем организме прекрасно развивалось и посасывало вас в жизненную энергию, теперь это убивается, отторгается. То есть, сначала ведь это в виде крови шло, там, как бы, связи какие-то рвались. А потом дальше то, что отмёрлось, начинается в виде вот этого вот омерзительного субстанции выделяться. Опухоль стала примерно половину меньше от подначального размера, да. На 37-й день самочувствие снова стало удивительно замечательным, даже каким-то невесомым, как облачко себя чувствовало. Но выделения не прекратились, и язык стал не просто пофикновь лётом, а как будто твургом его обложили. Так, смотрите, вот когда произведена вот эта вот работа, и это ж не просто, смотрите, какая-то там опухоль у нас, какое-то там новообразование, или ещё какая-то вообще болезнь. Это говорит о том, что на уровне информационно-энергетических полей у нас имелась и тонкоматериальная составляющая этой болезни. И как только она отошла, жаль, что тут не описываются сны, как это происходило. Как только она отошла, появляется лёгкость, появляется воздушность, появляются силы, радость от того, что вы избавились от своего рода какой-то обузы. Это очень интересное чувство, которое вот так вот возникает. Великолепно. Так. А этот самый... Язык обложен творогом. Обложен творогом, значит, смотрите. Тут, возможно, обычный язык обложен белым налётом. Это, естественно, слизистые шлаки. Прут и прут и прут через язык. Это, знаете, какие-то вот шлаки имеют несколько, как бы сказать, стадий или консистенции. Сначала слизистые в виде сопли, потом какие-то такие вот полутвёрдые, потом это самое. Вот типа даже творожистые. Через язык. Да такое есть, такое есть. Ну, тут вот можно это ещё, как бы сказать, спутать с тем, что началось и отделение молочницы. То есть человек не понимает, что у него там это самое. В организме, как правило, когда организм поражён опухоль или ещё, там целый конгломерат каких-то паразитов, симбиоз. Там и листы, там и грибки, там и полипы, там и микробы. Причём по всем, видите, в лунках, зубов, там в матке, в носоголодке, гайбровых пазухах, там это самое. Слизистые глаза, я уж о кишечнике не молчу. Что есть, возможно, это тоже полезло, полезло из организма. То есть создался душничок, душничок, душничок надо создать. Голод создаёт душняк. И всё ненужное, лишнее и так далее, начинает бежать из него. Лезть, понимаете, и проявляет себя вот так. Вот мы не видим, скажи человеку, да, у тебя там молочница. Он скажет, да, какая-то там молочница. Отвали ты так меня молочница. А когда голодает, голод вам показывает, показывает. Слушайте меня, меня слушайте. Голод вам покажет всё, что у вас там скрыто и накуплено. Не просто на телесном уровне, он вам покажет, и что и на тонкоматериальном. Особенно тут вот сны, жаль, что они особо не описаны. Всё он покажет, явно и всё. Вот вам, смотрите. Ваша, как, знаете, как это называется так, карта здоровья, карта благосостояния и прочее, прочее, прочее. Так что, так. Так, этот ворох был и на языке, и под языком, и на дёснах. Соскабливал, наверное, 3-4 раза в день. Особенно много было по утрам. Ну, естественно, за дочь, что это делилось. Ходила уже меньше. От избушки далеко не уходила. Ну, ничего, главное, ходы ты, да? Федя, ходить надо. Вот, Федя ходит. На 39-й день голодания приехал отец. Инспекционная проверка. Выходить и из голодания, из леса отказалась. Правильно. Чувствовала, что не время ещё. На убирающую сиротку я явно не похожа. Потому договорилась, что оставит мне привезённые 10 килограмм моркови, а приедет в следующий раз, через недельку-полторы, начать выходить. Из голода я смогу и в тайге. 40-й день никаких божественных откровений мне не принёс. В отличие от святых. Для того, чтобы какие-то были у вас откровения, надо голодать, естественно, с совершенно иным настроем. Ещё разок я скажу. Для того, чтобы получить посвящение во время голодания, должен быть совершенно иной настой. А не то, что вы там собрались полечиться и думаете, что у вас всё это выйдет. Это разные вещи. Ещё разок скажу. Топор. Рубим дрова. Вырезаем наличники красивые. Отбиваемся от врагов. И даже суп варим из топора. Видите? Так точно и голодание. Никаких божественных откровений мне не принёс. Но вы их, я так понял, и не просили. В отличие от святых. 41, 42, 43 день. Без изменений. Работка идёт. Это хорошо. На 44-й рвота желчу и слизи типа большой пардон соплей. А вот это скорее всего, смотрите, вот мы как раз с вами разбирали оздоровление Эдуарда. Сколько там слизи выходило. Так вот, на голоде создались, в конце концов, условия, условия. И вот эта вот слизистая субстанция, не что иное, это медуза. Не что иное, это скорее всего, вот это вот и будет молочница. Вот это вот, вот это вот конгломерат этих живых микроорганизмов, который засел. Где-то там он может засесть в тонком кисточнике, засел в районе печени. Печёночку любят именно вот. Значит, рвота желчью и слизью. То есть началась печенка от патологии, вот этой вот, которая тут во рту типа молочницы. А корень-то сидел-то у печенки. У печенки он сидел. Запомните это. И вот голод сделает это так. Типа соплей. Несколько раз за час. Создались условия и началось изгнание вот этой дряни. Это вся эта дрянь, микро-эта дрянь. Вот эти вот все эти грибки, бактерии и прочее, прочее. Они везут туда, где самое вкусное. Не у нас вкусно? У печени. У печени у нас вкусные. Поэтому они там. И ослизневают всё это дело. И выковырнуть это всё. Так просто не получится там что-то там, знаете, травку попить, там, ещё там что-то такое там. Нет. Это очень и очень такое сложное дело. Но. Но. Голод берёт и это. Так. Пила воду после каждого приступа и снова рвало. После этого уснула и проснула только на 46-й день. К вечеру. Хотела спать и дальше. Но очень замёрзла. То есть, опять-таки, шло. Вот организм собрал силы на то, чтобы всё это выкинуть из себя. И требовалось теперь восстановить эту энергию. Опять-таки, я подчёркиваю. Сыхеческую энергию. Так, гулюшки, вот там потихонечку там. Квакайте. Квакайте. Вот, для этого сон. Сон восстанавливает энергию. Он уплотняет наши тонкие тела. То есть, надо дать возможность восстановиться. Так, и это было сделано. Как? Значит, очень замёрзла. Поэтому пришлось встать и топить печь. Естественно, человек будет замерзать. Ещё разок. Все процессы как-то идут на голоде интересным образом так, что вот он, организм плохо себя обогревает. Поэтому очень хорошо вот в тёплом месте, особенно на длительных сроках, голодать. Будет комфортно. А так вы будете мёрзнуть. Мёрзнуть, но, тем не менее, одевайтесь в шерстяное, одевайтесь потеплее. И всё пойдёт нормально. Протопила печь. Протопив, утопив воды, снова-воснова, даже не вспомнил то, что застроили. Суток ни разу не сходило в туалет. Ну, вот такое бывает. Проснулось через несколько часов от стонов обиженного мочевого пузыря. С мочой вышло два камушка и песочек. Голод и это делает. И камушки, и песочек. Угонит он лысо. Моча была очень мутная, естественно, естественно. Это говорит о том, что произошли такие большие процессы и в самом мочевом пузыре, и в почках. Да и вообще в организме. И вот эта вот муть, знаете, вот эта вот болезненная субстанция, она как раз и выходит в виде мути такой, мути. Таких лохмочин, каких-то водорослён. Так. Моча была очень мутная, почти белая. О-хо-хо-хо-хо. Сделала клизму, вышли белёшие склизистые нити несколькими клубками на листу, вроде бы не похожи на вид мески. А вот это, скорее всего, и были белёшие склизистые нити несколькими клубками, которые уже там начали у нас внутри разлагаться. И поэтому вот-вот превратились в слизь, организм выбросил из себя. Видите? Не забывайте делать клизмы, чтобы вот эта зараза подохшая внутри вас начала разлагаться и вот этими трупными ядами ещё вас отравляла. Зачем вам это надо? Да, Федя? Зачем вам это надо? Видите? Поэтому регулярно с помощью клубления заглядывайте в свой толстый кишечник и так далее. Что там от Мёрла и вышло? Так, вид мерзкий. Нет, это как раз и были они. Снова спала двое суток. Подумала, что пора бы выходить. На состояние было совершенно литургическое. Литургическое это говорит о том, что сил отдано очень много. И человек действительно, вот хорошо, конечно, со стороны, чтобы кто-то наблюдал за такими вот состояниями. Потому что он может спать вот такой вот ступор и пропустить момент и выхода, и всё там такое. Бывает такое на длительном голодании. Ох, бывает, понимаете, человек уже перестаёт соображать, голодает он, не голодает. Есть ему хочется, а не хочется. А он уже вот-вот живёт в каком-то таком, знаете, пространстве. Но это как раз в этот момент и делается там важная оздоровительная работа. Вас отключили уже и без вас начинают работать. Значит, даже пульса не могла найти на привычном месте. Прощупывался только на шее. Да и то его частота была 5 ударов 10 секунд против обычных моих 15. Это нормально, сердечко работает, ну, на этих, как бы сказать, на таких сроках вот такое наблюдается. И тереть морковь сил в себе не нашла. Всё, все остатки сил ушли на печку, несколько слов в дневнике. 50-й день проснулась совершенно бодрой и довольной жизнью. Вот как только опять-таки, помните, я вам рассказывал, вот я вам описал вот эти вот кризисы целительных силах. Голова очистительная, оздоровительная, энергетическая, нравственная. И человек на голоде проходит через них, и когда вот это всё дело идёт, то теряется масса сил. Причём по разным параметрам. Где-то, вот если там идёт очистительный кризис, вот это тошнота, рвота, голова болит, интоксикация и так далее, так далее. А если у вас идёт нравственный кризис, то есть, когда идёт работа с тонкими полями, то у вас идёт вот это впадение в метроргическое вот это вот состояние, обессиливание, то есть совсем другое, совсем другое происходит с вами. После того, как это всё прошло, организм опять полный сил, полный всего, и появляются вот такие удивительные вещи, что человек проснулся на 50-й день совершенно бодрый и довольный жизнью. Прошёл вот этот кризис в этих всех тонких этих полях, нравственный или там душевный, духовный, и как его там можно найти. Но это вот именно кризис в этих вот тонких полях, то есть работа там была. Так, вычислила рост от творога с полкило точно было. Представляете, скука заразы выходит. Вот она, допустим, молочница. Мы думаем, ну что там молочница? Да она по всему организму разлезлась. Вот эти все мицелии и так далее, он везде проник. И поэтому он начинает собираться, и оказывается, хо-хо, килограммы выходят. Это просто ужас! Так, с полкило точно. Кризис ва, чёрная желчь очень похожа на камни калы. Вот вам и каловые камни. Вот вам и чёрная желчь. Что такое чёрная желчь? Это, опять-таки, застоявшаяся желчь и в области желчного пузыря. Ну, желчный пузырь в основном сбрасывается. Это вот, как раз, чёрная желчь, о которой говорят, говорили, вернее, древние целители. Что желчь бывает чёрная. Она уже, знаете, вот настолько долго там была в печени, настолько там всё это, знаете, она интоксикация. Всё это вот такое вот там, мазута собралось. Просто-напросто. Не чёрная желчь, а типа мазута. И оно вот только сейчас печёнка начинает очищаться. То есть оздоравливается. И как только вот это вот всё ещё выковыривается, плюс ещё там, допустим, что-то собралось со всего организма, и в печень это всё, очищая кровь, в себе там закапсулировала, связала. И только сейчас выводит из организма. Вот так. Прогулялась, читала. Читала, натаскала в избушку дров и воды. Нам вот это надо. Приехал в Коапа. Нам обоим крупно повезло, что он не застал мой литургизм. Я думаю. И вот тут, вы смотрите, человек просто-напросто сбил бы процесс голодания. Вот сейчас, знаете, на последних этапах начинается самое-самое важное. Выковыривается корень болезни. Вот он уже шатается, но он ещё не вышел. И если мы прекратим голодание, то он останется и опять потихонечку молочница начнёт разрастаться и возвращаться и так далее. Ох, как вам повезло, София! София, мудрость, да? Я думаю, был весна удивлён тем, что я ещё голодаю. Воспорили довольно бурно на эту тему, что признаков полного очищения я в себе не наблюдала. Молодец! Поэтому выходить снова отказалась. Бедный папа, однако, хвататься оттуда-сюда, но снова отправила его домой. 51-й, 52-й, 53-й, 54-й, 55-й, 56-е дни. Слабость, одышка, текло из носа и ушей, что-то гнуянное сукровочное. То есть идёт доработочка, идёт доработочка. Всё это очищается, очищается. Но прекрасное настроение. То есть это, знаете, то, что уже, как бы сказать, убилось, убилось должно выведено быть. Вот оно и течёт, оно и течёт. Он не может так из себя всё это вывернуть, но течёт, но освобождается. А настроение хорошее и силы есть. Никакой сонливости. Выделение стали прозрачными, даже иначе пахнущими. Вот оно, то, что это. Иначе пахнущими, прозрачными. Да, вот идёт вот эта трансформация. То, что вначале, допустим, самая, грубо говоря, какая-то там трупная ерунда у нас выходит, выходит, а потом дальше уже начинают выходить остатки, что-то ещё какая-то доработочка идёт. То есть совершенно иное. Так. Опухоль едва прощупывалась, клизмы делала каждый день. Молодец! И каждый день, вот смотрите, вначале не особо дело, а теперь пошли уже шестидесятые, так сказать, вот это с пятидесятых по шестидесятые сутки. И смотрите, клизмы делала каждый день. Постоянно выходили камни. Только отвратилось. Все эти шесть дней, все эти шесть дней. Представляете? Вот вы закончили на сорока днях голодание. Думаете, всё там нормально? Но это всё зависит, конечно, от веса. Если человек с весом шестьдесят килограмм голодает сорок суток, от него там останется килограмм, ну допустим, те же сорок там, сорок пять килограмм могут остаться, и он тут может быть уже и признатен. Но когда у вас сто двадцать, то вы только эти шестьдесят килограммов, понимаете, вот эту всю массу лишнюю, которая у вас наросла, надо её растворить, надо её ферментами превратить в удобо выводимые из организма. Это же огромная работа, как по энергоресунцам, так и по времени. Колоссальная работа, понимаете, товарищи! На пятьдесят седьмой день снова ухудшение состояния чернота перед глазами, полная апатия. Опять начался вот этот кризис, нравственный кризис, работа в тонких телах, и вот это сразу организм потухает. Состояние чернота перед глазами и полная апатия. Всё, сил нет апатии. Так, снова долго спало. А? Что делала сон? Что? Думали, сон восстанавливает психическую энергию, которая руководит волевым усилием по продолжению. У вас должна быть волевая энергия для того, чтобы всё это делать, продолжать и вести здоровительную работу. Вот так. Значит, спала снова долго, просыпалась только для топки в печке. До шестидесятой проснулась от душивших меня слёз. Ахахахаха! Слёзы! Я просто вне себя от того, насколько древним мудрецами было уже сказано. Тело очищается водой, разум очищается знанием, а душа очищается слезами. Наконец-таки мы дошли до очищения самых тонких этих тел, духовных, душевных, как там назовёте, до того. То есть слёзы, это говорит о том, что процесс, в конце концов, окончился. В конце концов, произведено было там, в тех тонких телах, то, что и должно было сделаться. Ушла скверно. И полились слёзы радости. Ахахаха! Как я рад за... 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 Софию. Душивших меня слёз. Непонятно по какой причине. Ахахаха! Я-то знаю. И вы теперь знаете. Так. Рыдала от души нас несколько часов. Хотя плаксилась не мой конёк, уже не помню, когда плакала до этого. Последний раз. Бреспрестрано всхлипывала и утирала слёзы. Вот так, как бы сказать, духовная составляющая человека сообщила ему на физический уровень, слезами, всхлипывая, о том, что всё, закончился процесс, тебя исцелили. И тебя, в конце концов, это самое... Возобновили. А иначе ты со своими 120 килограммами так бы... Изгнила бы просто-напросто. От обилия всего вот этого. Представляете? Вы представляете, как это? Так. Сделала клизму с желчью, вышли два мёртвых аскалида. Самец и самка, которые держались до последнего. Вот в этой слези, которая там была в печени, вот это вот все, они держались... И мы думаем, что у нас нет ни глистов, ничего и так далее. Я неоднократно уже сталкиваюсь с тем, что если у человека что-то там есть, то, как правило, это целый конгломерат паразитов. Как глистов, грибков, бактерий, гнойеродные инфекции, коков, моков и прочих вирусов. И всю эту шоблу очень непросто взять. Но можно. Итак. Так. Мёртвые аскалида. Да? Здоровые. То есть, вот те клубочками, что вышли, имели мёртвый вид до этого, они как раз, это молялки. То есть, это, как говорят, детки. Там всё уже прикупило и всё это там. Ужас! Ужас! Плакать резко перестало. Закончился кризис. Закончился нравственный кризис, который как раз и выражается через эти слёзы. Так. Зато несколько раз вырвало от брызгливости. Ну, ну, это хорошо. Так. Сделали ещё две клизмы. Чистая вода. Всё. Чистая вода. Нечему выходить. Голод подошёл к своему естественному анту. Поскольку на дворе, на поляне стоял уже 22-го мая, решил немного полежать над солнышком. А вечером начало тереть морковь. Внимательно осмотрел себя, обнаружило непонятное исчезновение почти всех родинок на руках и животе. Ровненько. Это тоже какие-то такие медузы, полипы, хрылипы и так далее. Всё, что там у нас внутри было, вылезло наружу, знаете, так сказать, смотреть, что там, что там там. Всё это ушло. Так. Заметно утончившийся и поразовевшийся шрам от аппендицита. Рассасывается. Голод рассасывает шрамы. Послеродовые растяжки на животе стали почти незаметными. Кожа нормализуется. Водушевилась. Кстати, на солнышке погреться, это когда организм на голоде, он, знаете, напрямую потребляет энергию отовсюду. Особенно. От солнца. Особенно. Тепловую. Ой, это для него блаженство. Будете голодать суток 60-70, вспомните меня, если найдёте. Так. Водушевилась. Решила голодать дальше. 61, 62, 63. Спал. Молодец. Спал. То есть, вот эту энергетику надо пополнять. Она только во сне. Только во сне уплотняются вот эти тонкие тела. Иначе они никак не это самое. Так. Немножко гуляла. Грелась на солнышке и любовно себя осматривала на предмет перемен. Наконец-таки. Вот после того, как слёзы прошли, ну и произошли перемены, которые, знаете, сейчас начнутся, они уже произошли в тонких телах. И теперь они начнутся проявляться на физическом уровне. И человек получает новое тело. Он новое тело смотрит. А что ж у меня там было? И смотри, какие интересные вещи. Он, он, человек, знаете, начинает просто понимать и думать. Ё-моё, я же очень красивый на самом деле. Когда ты вот стал естественным, от всего этого избавился, ты вот просто, ну просто вот так вот. Это просто нечто, да? Поскольку весы я в лес не потащила, голода не было, что же мне похудеть, то сколько я потеряла в весе, было неясно. Но то, что я видела, мне очень даже нравилось. А что она говорит? С клизмами почти, ничего больше не выходило. О, всё, закончилось. Нутро очистилось. Творога на языке стало много меньше, но он ещё и идёт. Это не просто так, чтоб от него избавиться совсем. Но ещё был, опухоль не ощущалась вовсе, рассосалась. В 64-й день резко встав с кровати, потеряла сознание. Не надо вставать резко с кровати. Лично моё мнение. Вот самое тяжёлое у нас, в кавычках, это и мощное образование, это тонкие тела. И когда мы с вами встаём, они ещё не успеваются. То есть тонкие тела на голоде настолько начинают, как бы сказать, не прикреплены, не вморожены в физическое тело, что они, как бы сказать, остаются здесь. Вот она здесь, а я только раз встаём, а не здесь. Голова не управляется нашими вот этими тонкими телами. Это как человек теряет сознание. Это моё мнение. Может у вас там другое? Потому что тонкие тела в виде магнитного поля, чтобы вам ясно и понятно было, они вморожены в физическое тело. Уморожены. И на голоде вот эти они легко и просто открепляются, гуляют. «Никогда не вставайте резко!» Особенно из ванны. Во время ванной процедуры вы ещё больше расслабляетесь и чуть резко встали сразу. Потеряете сознание. Так. Потеряла сознание, очнулась лёжа на полу. Бывает. Знаете, с чем это связано? Поднявшись, ощутила приступ злости на своё окружающее. Пнула печку. Дура. Больно. Стала ещё злее. Начала кричать что-то. Злость прошла, но кричать понравилось. То есть, человек, знаете, может сдерживаться, может ощущать, что это хорошо, какие-то нравственные нормы, а это плохо. Знаете, кричать вроде бы это плохо. А тут, освободившись от разного рода оков, вы становитесь самим свободным. То есть, вы, в конце концов, проголодал в такой срок, вы пришли к самому себе, стали самим собой и, ну так вот, прореагировали. На это. На это. Без всякого сдержения. Так. Кричать понравилось. То есть, быть самой, самой понравилось. Потом ощущение, что в горле что-то лопнуло, сплюнуло гной с кровью, лопнуло. То есть, закапсулированное организмом участок инфекции. Он может закапсулироваться, особенно у нас здесь, в Гландах, закапсулироваться. И все организм его держит, чтобы он никуда не распространялся и так далее. И он, знаете, там, вот, как мина замедленного действия там лежит, клеит вас, потихонечку отравляет, голод скрывает. И вот только, 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 только пошло времени, ферменты стали активнее, наконец-таки дошла очередь до вот этого очага скрытой инфекции. И она разрезала и произвела операцию. Так. Так продолжалось около часа. Крик и шплевание гноя. Молодец. Молодец. Накрыть шплевание, снова легла спать. Пополнять психическую энергию, которая заведует, вы же знаете, волевым усилием. В шестьдесят пятый день приехал папа. Злупствовал примерно, как я, на шестьдесят четвертый. В ответ возразить ничего не могла. Соднила горло и голос. И голоса не было вовсе. Ну вот, здесь же произошла работа. То есть очередной очистительный кризис. Очистительно-оздоровительный кризис. Вот как раз вот этот голод прекрасно иллюстрирует вот эти все мои, так сказать, теоретические выкладки, которые я все описывал, описывал. Пошла умываться и вычищает рот от творога. А творога-то и нет. Легкий налет только на языке. То есть закончилась малышница. Написала папе на тетрадке, что выходить буду, как только сойдет на лед с языка. Молодец. Вот что значит человек спит, что у него достаточно волевой энергии противостоять всем и выполнить свою программу на все сто пятьдесят. Не поддавшись ничему чужому влиянию. Как только у нас нет психической волевой энергии, нам сказали, Геночка, пошли кушать. И побежал. Геночка, ты что-то тут лысый, кто что-то тут замерз. Шапочку одень. Геночка. И все. И все. Вы ничего самостоятельно не можете. Поняли или поняли, что выходить буду только сойдет на лед с языка. Уезжать он отказался. Остался в избушке. Шестьдесят шестой день спала. Знаете, почему спать? На шестьдесят седьмой день проснулась от давно неиспытываемого чувства голода. Вот это верное указание на то, что все вычистилось, все нормализовалось, все-все-все прошло. И организм сам подсказывает. Ну а теперь начнем есть. Видите, как это происходит? Язык розовый. Глаза на своем месте. Помимо чистых белков, вместо обычных русалочих, почти чисто серые. Даже глаза загрязняются. Ё-моё. Что происходит с человеком современным? Это просто какой-то ужас. Натерли морковки, отжали, разбавили на две-три воды и выпили. То есть свежий сок не надо его пить. То есть он концентрированный. Нам надо теперь запустить желудочно-кишечный тракт. Знаете, этот желудочно-кишечный тракт сейчас у Софии в данный момент был. Как у новорожденного ребеночка. Его надо потихонечку, не спеша, запустить. Выпила и как провалилась сон. А вот тут, знаете, вот эта первая еда, она, как бы сказать, что происходит. Вот человек волевым усилием, когда голодает, он держится, он держится. Все, все. Там, знаете, на чисто тонкоматериальном плане идет такая грибатура. Грибатура не умноженная вот этого. И как только вот эта, знаете, первая еда, идет расслабление. И все, человек в сон падает. То есть вот этот феномен, феномен, понимаете, феномен. И провалилась в сон. Да, и все, человек спит. Он сделал большое дело. Он расслабился и в сон. Так, 68-69 день жила как грудной младенчик. О чем я вам говорил? Ну, просыпалась с требованием поесть примерно раз в 4 часа. Ходила в туалет и снова засыпала. Ну, скорее всего, по маленькому ходила. Потом все. Вошла в обычную жизненную колею. Вернулась домой. Но на суках прожила еще 2 месяца. Это хорошо, понимаете. А на суках вот дальше, как бы сказать... Даже как бы тут выразиться лучше. Вот это восполнение энергетическое такое интересное. Да не только энергетическое. А вот как бы продолжение вот какой-то совершенно иной жизни. Более чистой, более здоровой. Более, можно сказать, благостной, нежели той, которая это... Это еще делает много-много полезного. Значит, на суках прожила еще 2 месяца. Моркови в начале лета было мало. Хорошей поэтому делала больше травяных и цитрусовых. Цитрусовыми будьте осторожнее. Смотря у кого. У кого эмаль слабая, сожрет. Фруктовые кислоты сожрут. И меньше кислого. Травы какие-то нейтральные должны быть. Вот мое мнение. Звесилась только по приезду домой на 5-й день выхода 66 кг. Против начальных 120 кг. То есть, грубо говоря, пришлось растворить и вывести за эти 67 дней практически половину своего веса, половину дряни, половину грязи, половину дерьма, которые и паразитов, которые нависли. Человек с меньшим весом, конечно, у него все это будет побыстрее, если он до конца был голодок. Так. Между нами. Так. Получилась общая потеря веса 54 кг. За два месяца соковосстановления, значит, сбросило еще на 8 кг. Так. При переходе на обычное питание вес остался на этом же уровне, 58 кг. Кратко о результатах. Исчезли все папилломы. Папилломы – это, ну, паразиты. Паразиты, которых мы тут раскормили на своем теле хлебушком, сахарком, маслецом и конфетками. Из имеющихся до голодания родинок осталась максимум 1,8 часть. То есть те, которые естественные были, а все остальное – это патологическое образование, опять-таки, паразиты. Тут субъективно я их не считал до того, как опухоль рассосалась полностью. Шрамы от аппендицита и давнего ожога также полностью рассосались. Кожа совершенно нормально. На этих местах практически исчезли растяжки. Изменился сам тип кожи. Была пористая, склонная к живности кожи. Уже стало нормально. Цвет глаз так и остался серым. По словам родителям, это мой исходный цвет, который был у меня до трех лет. А вот после трех лет, что произошло, что ее так зашлаковали все? Что там за ерунда прицепилась тонкоматериальная, что сделало ее совершенно иное? Кишечник работает без спонуками после каждого приема пищи. Вот это то, что надо. Это идеал. Энергии как в десять лет процентов, да? Нижний выгляжу лет на двадцать пять, вместе с своих тридцати четырех. Ха! Если тридцать четыре там... А! Если она тогда выглядела на сто двадцать, это конечно родительные изменения. Вот такой интересный дневничок прислал Дмитрий. Я очень рад. Со своей стороны, насколько я мог, вы уж сами судите, я это все дело обрисовал. Мне было очень интересно читать. Если вы по-настоящему занимаетесь своим здоровьем, своим, как бы сказать, развитием, то вам будет интересно. Что стало дальше? К сожалению, Дмитрий сказал, что Софию перестала интересовать особо эта мирская жизнь, вот эта суета. И она, я так понимаю, живет так, как ей хочется. Вот прочитал, рассказал, прокомментировал, и знаете, как бы сказать, вот побывал в тех, в тех благодатных краях, где царит любовь, мудрость, здоровье, счастье и красота. Ну, всем я вас и поздравляю. Все это оформим, выложим, смотрите, читайте. И мои видосики постоянно читайте, просматривайте для того, чтобы попасть вот в этот вот опять мир, мир разума, который создан Богом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...